Договор согласован, ключевые портфели розданы. Немецкие политики наконец утвердили коалиционное соглашение о политическом марафоне, который продолжался больше суток. Татьяна Лагунова. Вымучили, это конечно не совсем литературное и политкорректное слово, но иначе о немецкой правящей коалиции не скажешь. На 136 день после парламентских выборов политики наконец-то утвердили коалиционный договор и даже распределили основные портфели в новом правительстве. Казалось, что этот политический марафон никогда не закончится. 24 часа непрерывных переговоров. Это уже новый рекорд немецкого коалиционного процесса. Да, одни летят на Марс, а мы строим коалицию. К моменту, когда договор удалось согласовать, руководители партии, видимо, настолько устали, что даже не вышли к журналистам. Ангела Меркель уехала без комментариев. Мартин Шульц выложил в соцсетях фото с однопартийцами и подписал уставшее, но довольное. Перед камерами лидеры коалиции появились только после обеда. К нам было два ключевых требования. Сформировать, наконец, стабильное правительство и в ходе переговоров думать об интересах людей. И я уверена, что мы справились и воплотили в коалиционном договоре эти пожелания. Пусть мои коллеги меня простят, но я думаю, что в этом договоре во многом виден почерк социал-демократов. Мы существенно повлияли на этот документ и я благодарен ХДС и ХСС, которые пошли пусть и на сложные, но уступки. Коалиционные договоры – это 177 страниц, в основном посвящен внутренней политике. Но есть в нем и упоминания об Украине и России. Коалиция призывает Киев к реформам и борьбе с коррупцией, осуждает аннексию Крыма и участие России в дестабилизации ситуации на Донбассе, а также настаивает на полном выполнении Минских соглашений. Это главное условие для смягчения санкций против Москвы. Кто будет отвечать за внешнюю политику Германии, уже тоже известно. МИД остается за социал-демократами. Только теперь вместо Зигмара Габриэля, главным дипломатом страны, ее представителем, например, в нормандской четверке, по данным немецких СМИ, станет Мартин Шульц. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.